Душепопечителю понимать, осознавать, применять. Важно, чтобы христианский душепопечитель имел ясное представление о текущих проблемах, их происхождении, возможных методах решения. Другими словами, он читает различную литературу, он беседует, он посещает различные конференции, он поддерживает в себе профессиональный уровень. Надо знать, с какими проблемами сталкивается современное общество. Церковь – составная часть современного общества, а значит, многие проблемы, которые существуют в мире, встречаются и в церкви. Душепопечитель – важно, чтобы был хорошо знаком с библейским толкованием этих проблем. Под любую проблему обязательно уметь находить библейские принципы. Мы с помощью Писания, а не иначе, пытаемся решить эти проблемы. Мы пользуемся вспомогательной литературой, как я говорил, но не вместо библии, а в дополнение к. Важно, чтобы он владел должными навыками душепопечения. И определенный список у нас уже был. Итак, понимание, правильное использование Библии и владение определенными навыками. Это, на мой взгляд, очень важно. Образ жизни душепопечителя – кто он, что из себя представляет и как он живет. Легко давать советы другим и при этом не применять их самому. В Писании апостол Павел как-то сказал, проповедуя не красть, крадете. Помните? Ну, не гоже нам. Апостол Павел даже где-то примеряет это к себе и говорит, как бы проповедуя другим, самому не остаться неспасенным. Возможно ли это? Ну, это, конечно, может быть определенная гипербола, преувеличение. Но Павел говорит о том, что то, что ты делаешь, ты должен этому и соответствовать. Помогать другим, самому пребывая в добрых и хороших отношениях с Господом. Нельзя быть человеком, живущим под двойным стандартом. Запрещаю другим то, что щедро разрешаю себе. Заменитый текст, что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в своем глазе не чувствуешь. Или, как скажешь брату, дай я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно. Другими словами, профессионализм в помощи другому прежде всего проявляется в умении вытащить свое бревно. Начни изменение себя. Вот призыв священного писания. Иначе ты просто, какое у нас слово там в стихе пятом, лицемер. Лицемер. Как ты можешь помочь ему, если сам вынь прежде. Вот это прежде должно остаться в нашей памяти. Шаг один. Наведение порядок в своей жизни. Шаг два. Когда ты на себе потренировался, знаешь, как помочь другому. Матфея, глава 23. Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам своим и сказал, на Моисеевом седалище сели книжники ферисеи. Вот он, контраст. Седьмая глава Матфея и 23. В 23 они не делают то, что он говорил в 7. Они говорят очень хорошо, но жизнь их, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте, делайте, по делам же их не поступайте. В 23 мы имеем людей, которые пренебрегают всем тем, что Иисус до этого говорил. Нельзя жить не в соответствии с тем, что ты советуешь другим. Я как-то приводил этот пример. Если папа между затяжками и кольцами говорит, сынок, не кури, это вредно, я не думаю, что сын серьезно воспримет все то, что скажет папа. Как минимум это будет звучать так. Через пару лет можно будет. Нет, так нет. Если грех, то грех. Грех для тебя и для меня. Галатам, глава 6. Если впадет человек в какое согрешение, вы духовные. И вот здесь важно определить для себя, что такое быть духовным. В Писании это тот, кто руководствуется Духом Святым. Тот, кто живет по Духу. Вадим Духом. Вот это и есть духовный. С уважением отношусь к пятидесятникам, но все эти разговоры на тему, кто духовней, они не выдерживают никакой критики во свете этого стиха. Духовность – это не количество даров. Это жить в соответствии с тем, что велит Святой Дух. Можно в равной степени быть духовным и недуховным в обеих конфессиях. Понятно, да? Какая разница, сколько даров? Корифиане были полностью в дарах, как новогодняя елка в шариках. Но применяли ли они правильно то, что дал Бог? Нет. Отсутствие мудрости налицо. Духовность – это мудрое использование всего того, что Бог дает, и быть в послушании. Если вы духовные, то... И вот здесь удивительный глагол. Удивительный глагол. Когда слетает кость с места, я видел таких специалистов легким щелчком, они ставят ее на место. Даже ролик такой набрал очень много комментов и лайков в Ютьюбе, где конкурс устроили на свадьбе. Традиции русских свадеб подносят каравай большой, и с двух сторон жена и муж должны укусить. И кто больше кусок откусит, тот и будет главой семьи. И она, видать, так хотела, что у нее свело челюсть. Каравай убрали, а рот не закрывался. И сидит на свадьбе такая... Целоваться трудно, вы понимаете? И прямо со свадьбы увезли, чтобы кто-то из специалистов сделал возможным челюсти встать на место. Сестры, берегите челюсти. Живите по Писанию и слушайте своих мужей. Удивительно. Захотелось, и он, врач, одним движением челюсть поставил на место. Вот здесь исправляйте. Можно было бы перевести как вправлять. Ну, слетело у кого-то что-то. Помогите. Вот если бы у меня слетело, я бы тоже захотел, чтобы специалист как-то... И не больно, и все на месть. Когда кто-либо из ближних попал в проблему духовные, помогите ему так, как бы вы хотели, чтобы помогли вам, когда споткнетесь вы. Все очень просто. Хотели бы, чтобы вас в вашем грехе унизили и растоптали? Хотели бы, чтобы сразу подхватили эту идею и раструбили всем? Хотели бы, чтобы публично унижали и пренебрегали вашим авторитетом? Конечно, нет. Я споткнулся, мне хотелось бы с минимальными потерями выйти из этой борьбы. Попросить прощения у Господа, поговорить с пресс-фиттером и сказать, Господи, прости, больше не буду. Тебе же хочется решить проблему с минимальным ущербом для своего авторитета. Разве не так? Помогай другому так, чтобы его авторитет не пострадал. Все очень просто. И отношения сохранились, и человек исправлен, и вред не нанесен. Духовность, через что она проявляется? Через послушание. Апостол Павел Римлянам, этот текст у нас уже был. Как же ты, уча другого, не учишь себя самого? Чего все начинается со своего глаза? Сочок, бревно, проповедуя не красть, крадешь. Говоря, не прелюбодействуешь. Прелюбодействуешь, гнушаясь идолов, святотатствуешь. Хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога. Вы видите на лицо, хорошее такое русское слово, но неприятная ситуация. Несоответствие. Несоответствие. Муж закручивает гайку в гараже и просит жену помочь. Принеси мне ключ на 16. А она приносит губную помаду. Говорит, да классно, но не помогает. Зато красиво смотрится. Смешно, но проблему не решить. Иногда мы выглядим абсолютно так же. Есть проблема, но решаем ее неправильно. Несоответствие. Мне не помада нужна была. Хоть ты и хорошо выглядишь, но мне нужен ключ на 16. Несоответствие. Когда пытаемся решить чью-то проблему и не изменяемся сами, это несоответствие. Это выглядит в глазах Бога уже нелепо. Мы выглядим нелепо. Якова, глава 1. Если кто из вас думает, что он благочестив, что значит думает? Значит, человек склонен ошибаться на свой счет. О себе он думал, а не обуздывает своего языка. Благочестивый. Мы вчера говорили об этом. Благочестие, держи язык за зубами. Если ты ведешь себя так, а думаешь, что ты такой, это несоответствие. То это обольщает сам себя. Это пустое благочестие. Чистое и непорочное благочестие пред Богом есть, чтобы... Вот они правила. Благочестие не потому кажется мне или нет. Благочестие потому соответствует ли я Божьим стандартам или нет. Образ жизни душепопечителя должен характеризовать оказание помощи ближним. И при этом... Да, я перефразирую фразу, извините. И при этом у него должна быть святая жизнь. Проявлять заботу о ближнем и уподобляться Иисусу Христу. Святая жизнь. Призвал Бог нас к святости. Очень часто спрашивают в отрыве от контекста. И на это вопрос действительно сложно ответить. В отрыве от контекста меня иногда спрашивают, а что такое нечистота в Библии? Смотрите в контекст. Телест. Противоположное позначение слову святости. И есть нечистота. Пачкаться мы можем не только телест, но и внутренне. Просмотр грязного видео, грязных картинах пачкает. Плохие мысли. Загружаем в себя плохой информацией о ком-то. Подставляем свое ухо под какие-то разговоры. Я проходил через очень серьезные ситуации на эту тему. И надо было разруливать какую-то ситуацию. И оказался очень духовный брат. Один передал этому, один передал этому, один передал этому. Передали тому. А брат остановил и сказал. Ты мне сейчас говоришь про... Первый вопрос. Ты с ним разговаривал? Нет. Ты сказал очень опасную вещь. Поэтому два. Ты можешь подтвердить, что ты сказал? И третье. Не сказал ты, я ему скажу, что ты сказал. Хоть здесь мы это остановим. Ну как вам? То есть человек очень зрелый, духовный. А информация была очень серьезная. Она бы могла в церкви сделать восемь кругов, но не сделала трех шагов. Потому что мудрый брат сразу оценил ситуацию и спас чью-то жизнь. И гуляет, и гуляет информация. И знаменитая поговорка русская. Дыма без огня не бывает. Бывает. Мы руководствуемся прежде всего мудростью, не сходящей свыше, а не мудростью народной. Хотя и она выдает полезные вещи. Что такое клевета? Отвечаю. Дым без огня. Если бы любой дым имел бы основание, то тогда не было бы клеветы. Была бы только сплошная правда, которую люди передают друг другом. А когда обнаружилось, что это сплетня, и этот духовный брат повел себя очень правильно, оказалось, дым был, огня не было. Была просто клевета на разрушение чьей-то жизни. Я хотел бы перевести, как это звучит с греческого языка. Диаболос. Вы хотите знать, как звучит клеветники по-гречески? Диаболой. Другими словами, кто этим занимается, помогает дьяволу. Я не сказал, помогает сатане. Сатана переводится как противник. А дьявол переводится как клеветник. В книге Откровения написано, горе вам, живущим на земле, сброшен клеветник. Братьев, да? Клевещущий сколько, как он там? По часам? День и ночь. Вот работа, а? Вот работенка. День и ночь клеветать. А тут хорошо помощники из христианской церкви. Это серьезно? Более чем. Призвал нас Бог к святости. В нечистоту входит и клевета. Не надо пачкаться. Мои уши чисты для слушания Божьего слова. В каждом компьютере есть где-то справа такая иконка. Так говорят. Баптисты говорят, у нас икон нет. Есть в компьютере. По-русски это иконки. Там трэш. Сбрасываешь документ, да, и ты видишь, как он там в мусорном ведре где-то. Мы не мусорные ведра. Чтобы собирать мусор, который мы слышим, что люди говорят. Мы носители себе. Духа Святого. Храм Духа Святого. Через нас Господь распространяет благоухание о себе. Если чем-то и надо наполняться, то тем, что может спасать людей. Одна жизнь. Прожить ее нужно правильно. Призвал нас к Бог. Это призвание. И если есть отдельное призвание быть пастором, быть дьяконом, то все призваны к святой жизни. Это призвание. Наш образ жизни и поведение должны быть образцом для ближних и, по всей видимости, вызывать уважительные отношения. Мы обязаны иметь мир со всеми и святость. Почему? В этом наше призвание. Вы к тому призваны. Вы к тому призваны. Вот это удивительные слова. Призваны жить святой жизнью. Старайтесь. Очень интересно, как это в русском языке подается. Ну, понятно, что не всегда получается. Ну, не супермены мы, может быть. Ну, уж точно не равны Христу. Но Он пример для нас, и мы равняемся на Него. Апостол Павел пишет, старайтесь. Без Него Господа не увидеть. И если в Нагорной проповеди написано «Блаженный, чистый и сердцем они увидят Бога», то здесь еще добавлено «И святые они увидят Бога». Иисус Христос, в отличие от нас, мы не похвалимся. Иисус Христос, в отличие от нас, мог это сказать. Кто из вас обличит меня в неправде? Я не думаю, что вы или даже я осмелюсь сказать, что наравне с Иисусом я мог бы эту фразу сказать. Кто из вас обличит в неправде? Когда мы смотрим на Его святость, каждый в себе видит какое-то пятнышко. Но Писание говорит, старайтесь. Мы не можем заработать спасение, но находясь в спасительной лодке, стараемся соответствовать высоким стандартам, оставленным Церковью и Иисусом Христом. Это наш пример. Поступайте, как я. Споры на эту тему есть. Надо ли в Церкви совершать омовение ног? Наверняка найдутся конфессии, которые скажут «да», и те, кто скажут «нет». Легче, когда мы живем на Чукотке. Там прямо каждый день ноги не помоешь. Спросите от местных жителей, там помылся в начале и где-то в конце сезона. Все как-то сложнее, да? Поэтому мне представляется этот стих важным. Я с уважением отношусь к тем конфессиям, где приняли омывать ноги. Это их решение, я его уважаю. Но расскажу об одном американском преподавателе, моем преподавателе Ветхого Завета. Он преподавал в Волгограде. Он ныне покойный. Он преподавал в Волгограде. И жил у наших верующих дома. И делал дорогу от дома до места, где он преподавал, пешком. Ну, вы помните еще в советское время, в непогоду, в слякоть, здесь чистишь обувь один раз в полгода. Там два раза в день. Он приходил после занятий вечером домой. Грязные ботинки, мокрые. Вериканец. Ныне покойный. Один из моих профессоров по теологии Ветхого Завета. Приходил домой, ужинал. К утру просыпался. Туфли сухие, начищенные. Каждое утро. Первый день ему было так неудобно. А верующая семья, где жили, говорит, мы рады вам послужить. Вот это форма того, что сделал Иисус. Так поступайте. В наше время, когда мы все обуты, да и не пачкаются ноги, как в Палестине, да? Не так важно помыть друг другу ноги, как скорее, мне кажется, дух этого примера. Я еще раз скажу. Я уважаю тех, кто принял решение делать это буквально. Но мне кажется, куда сложнее находить новые формы для оказания помощи. Преподавателю-американцу в Волгограде не ноги надо было мыть, а вот подготовка обуви к утру было как раз то, о чем говорил Иисус. Возможностью не послужить мне тем, что мне не нужно. Когда мне хотят помыть ноги, я даже не знаю, вам это надо или мне. Мне в Средней Азии предложили. Там у них традиции, я только зашел. Мне предложили там помыть ноги. Я говорю, можно я вам всем помою ноги? Вот для меня не составляет проблема. Я сейчас всем помою ноги, и мне будет легче. А так мне как-то некомфортно. Дух Писания, а не буква. Меня волнует не столько, будем ли мы ходить с тазиками и водой один раз в месяц, сколько вопрос, что мы сделаем, когда Господь нам покажет возможность послужить ближнему, и мы ее пренебрежем. Это делаете. Мне кажется, Иисус имел в виду этот дух, а не букву. Но, повторю, я могу с уважением отнестись к тем, кто понимает это буквально. Найлучший пример для нас, и если вы заметили, мне было интересно. Виталий Викторович вначале помолился именно так. Я даже удивился, что это как-то совпало с тем, что я хотел говорить в последний день. Найлучший пример. Пастор, он наш пастор, и он наш душепопечитель. Иисус Христос наилучший образец из всех имеющихся у нас. Личность, которого познания и способности позволяли служить людям, нуждаясь им все в помощи. На кого я равняюсь? На Господа Иисуса. Приступая к анализу душепопечения Иисуса, я хотел бы, чтобы мы посмотрели на то, как это делал он, и при этом, может быть, что-то взяли для себя. Один душепопечитель, изнаходящийся в зале, увидит, что Иисус временами обличал. Должен ли душепопечитель обличать? Да, так делал Иисус. А другой найдет основания для своего метода в чем-то другом. Обличал ли Иисус? Да. Помогал ли Иисус? Да. Плакал ли Иисус? Да. Гневался ли Иисус? Может ли душепопечитель гневаться? Да. Если этот гнев не переходит в грех. Быть похожим на Иисуса, это быть похожим не только на эту сторону Иисуса, но и на эту, на эту, на эту, на эту. Но сложнее копировать все. Например, Иисус днем проповедовал, а всю ночь молился. Вот это как-то сложнее, если пытаться каждый день так жить. Не так ли, друзья? Сложнее. Что это за фотография? Что это за фотография? Я сфотографировал это. Недалеко от стены плача. Джерусалем. Недалеко от стены плача археологи откопали культурный слой того времени. По этой улице Иисус шел и переворачивал столы миновщиков. Это был очень серьезный бизнес. Это был очень серьезный храмовый бизнес к приходу Иисуса Христа. Люди приходили издалека, приносили животное с собой, а первосвященник или священники браковали. Нет изъян, нет изъян. А приносить-то надо без изъяна. И тут с этой овечкой, с одной из двумя, грехов много. А что делать? Идешь и продаешь просто на мясо. У тебя скупают за бесценок. И ты идешь и ищешь по цене трех овец купить хоть одну без изъяна. А кто тебе ее продавал? Тот же священник. Бизнес был налажен. Здесь тебе находили изъян. Ты все отдавал за бесценок. Пошел покупать овечку. С этой стороны, которую, возможно, перегоняли оттуда сюда. Иисус Христос, мне гид рассказывал, эта тема очень интересная сегодня, потому что в Израиле и сегодня торгашество очень сильно развито. Посмотрите на души попечителя Иисуса Христа. Он подходит к этой улице. Он же хороший души попечитель. Он подходит к этой улице. Видит, что они ведут себя не так. И начинает все очень добро читать им наставления. Дорогие друзья, не были бы вы столь любезны, чтобы ваши столики убрать отсюда куда подальше. Хорошо? Не то я сделаю плетку, и мы поговорим по-другому. Это души попечитель Иисус Христос. Гневается ли он? Да. Проявляет ли гнев? Да. Проявляет он где попало? Нет. Переходит ли границы? Нет. Но он не мирится с несправедливостью и нечестностью. Души попечитель Иисус. Он может плакать и может взять плетку. Все это наш Господь Иисус Христос. Поэтому проповедовать об одном и не видеть другое опасно. Одни представят Христа слишком жестко. И такого Христа будет трудно обнять и полюбить. Это плохо, это крайность. Другие представят Его с таким добрячком из Назарета, который, так сказать, простит абсолютно все. И это будет выглядеть лозунгом «Живи, как попало». Мне кажется, и то, и другое неправда. Правда, она посередине. Он любящий Бог, не терпящий лицемерия и беззакония. Особенно, когда это пытались сделать на святом месте. У меня была возможность это сфотографировать. По этим улицам Иисус Христос шел и переворачивал столы. Около храмовый бизнес. Евангелие от Марка. «Пришли в Иерусалим, и Иисус, войдя в храм, начал выгонять продающих и покупающих храме. И столы миновщиков, и сками продающих голубей опрокинул. И не позволялось, чтобы кто пронес, что... Как вы себе представляете это поведение, если бы вы снимали фильм по этому тексту? Как бы вел себя герой, играющий Иисуса? Это было бы не мягко. Привычный уклад. Приходим с утра, раскладываем все и собираем весь день деньги. А Иисус все перевернул. Когда Иисус исцелил бесноватого, вместо «спасибо» его выгнали. Свиное стадо оказалось проблемой. Правда? Ты погубил наших свиней. Одни Христа принимают радостно и просят еще побыть его некоторое время. А другие его выгоняют. Христос, который не вписывается в планы людей. Либо мы меняемся под Него и Его волю, либо мы заодно с теми, кто кричал, кричал «распни». К Иисусу нельзя относиться равнодушно. Он был непримирим ко греху, но любил людей и грешников. Исайя, глава 42. Вот отрок мой, которого я держу за руку. Это пророчество об Иисусе Христе. Вот отрок мой, которого я держу за руку. Избранный мой, которому благоволит душа моя. Положу дух мой на него и возвестит народом суд. Не возобьет. Не возвысит голоса своего. Как это вписывается в фотографии про столы перевернуть. Не возвысит голос. Он не будет кричать, где не надо кричать. Он будет стараться говорить, чтобы его поняли. Но при этом это не значит, что он будет мириться со грехом. Удивительное выражение. Трости надломленной. Как вы понимаете это, друзья? Там, где еле-еле держалось. Он не сорвал, а наоборот соединил. Душепопечительство. Это борьба за каждого человека, пока есть шанс. Когда уже выглядит, что не срастется, Господь вселяет надежду. Это пророчество из Исаии. Мы встречаем и в Новом Завете осуществление этого пророчества. Душепопечительство. Есть сражение за душ. Но при этом, если душа отказывается, за каждым бегать не сможешь. Удивительный текст из книги Исаии. Как решить проблему? Вы, духовные, исправляете таковых в духе кротости, наблюдая за собою. Иисус Христос помогал людям. Я хотел бы обозначить вот эту линию. Важно не просто помочь человеку сейчас. Важно довести человека до определенной черты и финиш для душепопечителя. Это не тогда, когда ты решил проблему, а когда ты научил человека справляться со своими проблемами. Даже кто-то обозначил такую линию. Работа душепопечителя иногда заканчивается там, где человек, которому ты помогал, уже настолько крепок, что он силен и без тебя помогать и себе другим. Вот это финишная черта, за которой где-то можно остановиться и отдохнуть. Для нас эта линия сейчас, это пауза на 5 минут. Середина нашей лекции, определенная финишная линия, пауза на 5 минут. Через 5 минут мы продолжим. Даст Бог. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 помогать сам, но уже способен, стоя твердо на ногах, помогать другим. Но это как бы такой вынужденный вариант, если мы не можем видеться с этим человеком. Если мы пребываем в церкви, если мы рядом в одной церкви трудимся для Господа, то эта помощь у нас будет, наверное, длиться всю жизнь. Это хорошо, когда у человека есть кто-то рядом, с кем можно поделиться. Потому что грех имеет такое свойство – напоминать о себе. И если в какой-то области у тебя были проблемы, время от времени человек может испытывать определенные приступы. Говорят, накатило. Приступы, приступы гнева, если человек имеет слабость в этой области. Алкоголизм, если он не просто пробовал, а если он уже алкоголик, это проблема, которая преследует человека всю жизнь. Это особенность. И надо это знать в себе, чтобы не позволять себе. Это, к сожалению, отрицательная сторона всех этих пороков и грехов. Человек должен знать свои слабости и не сдаваться. В различных областях. Возможно, время от времени грех будет напоминать о себе, как бы задавая вопрос. А сегодня где ты? Человек должен суметь с помощью Божьей одержать победу. И в этой борьбе он иногда нуждается в том, чтобы кому-то об этом сказать. Поддержи меня, пожалуйста, в молитве. Мне сейчас тяжело в этой области. Мы должны не бояться признаваться друг перед другом в этом. В проступках, в слабостях. Но при этом люди, которые признаются друг другом, должны быть надежными. Опять обещать, что не разгласит, а поддержит, поймет. Помогайте друг другу. Увы, духовные. Там не написано, что только к пресвитерам. Пресвитер уже, так сказать, лучший из лучших. Опытный наставник, который, может быть, поможет с той проблемой, с которой не поможет кто-то другой. Поэтому, если у вас есть человек, которому вы можете рассказать о своей боли. И он вас реально поддержит. А не усугубит проблему и не увеличит ее. То я рад, что у вас есть такие друзья рядом. Благослови нас Бог. Матфея, глава 12. Исполнение пророчества Исаии. Если в Исаии мы читали на перспективу, то сейчас мы видим осуществление этого пророчества. Матфея 12. Не воспрекословит, не возопьет, никто не услышит на улице голоса его. И 20 стих. Трости надломленной не переломит. Льна курящегося не угасит. Да коли не доставит суду победу. Другими словами, Христос не останавливается на полпути. Он довел все до победы. Если говорить о победе над злом в целом. Но приобщение к этой победе, это уже и выбор каждого человека. Христос доставил победу. Но приобщение к победе, это вера, послушание, смирение, хождение в Боге и в Его слове. Трости надломленной не переломит. Льна курящегося не угасит. И иногда спрашивают, а как это понять? Странное выражение. Лен курящийся. Ну, давайте признаемся, что это сложно. Сложно. Задайте своим детям дома на вопрос. Что такое курящийся лен? Тлеющий. Тлеет, тлеет. Шансов, что разгорится, нет. Но Христос сделает так. Льна курящегося не угасит. Соединит. Даст перспективу. Не остановит. Не давая надежды. Христос так работал с людьми. И так укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени. Хотите прямо ногами вашими, дабы хромающая или хромлющая, интересный перевод, не совратилась, а лучше исправилась. Апостол Павел применяет метод Иисуса Христа. Он не говорит, если ты хромаешь, хромай дальше, хромай больше. Нет. Он дает перспективу. Если ты сейчас не примешь меры, станет только хуже. Естественным образом лучше не станет. Ходите прямо, дабы не стало хуже. Делайте все, чтобы исправить ситуацию. Итак, для нас Иисус Христос – наилучший пример душепопечителя. А Его подход – наилучший пример душепопечения. И в этом душепопечении мы видим и слезы, и сострадание, и тихое увещание. Но мы там видим обличение и, простите, даже плеть. Это все один Господь. В своем учении, участии и попечительстве Христос выказывал характерные особенности личности, отношений и ценностей, которые делали Его мудрым душепопечителем. И которые до ныне служат нам в качестве образца. Итак, на кого равняться? На Него. Иисус Христос оставил эту заповедь. Не выдумывайте ничего. Учите людей тому, что Я передал вам. Если психология при всем уважении не сказала, что эта наука бесполезна, в конце концов, они тоже озабочены тем, как помочь человеку. Но эта помощь так или иначе неполная и уж точно ограничивается земной жизнью. Что касается христианской психологии, консультирования или, точнее, душепопечительства, мы помогаем и для этой жизни, и для той. Христос надежда не только для этой жизни, и на той. И мы не выдумываем и придумываем, а отталкиваемся от того, что оставил нам Христос. Учите их тому, что Я вам передал. Вот отличительная черта христианского душепопечителя от психолога, пренебрегающего библейскими принципами. Против психологии ли я? Нет. Сражается ли она в той же области, где сражаемся мы, душепопечители? В принципе, да. И психологи пытаются склеить семью, и психологи пытаются сказать мужу, чтобы он не проявлял агрессию по отношению к жене. Это родственные области. Но помощь, которая оказывается в церкви, имеет библейское основание. Люби ближнего, как самого себя. Христос заповедал и наставлял. Посмотрите, какой обширный список, перечень вопросов. Другими словами, если мы специализируемся на чем-то, то Христос разбирался во всем. О Боге, спасении, духовном возрастании, молитве, церкви, о грядущем, об ангелах, демонах, о браке, об отношении родителей и детей, о послушании. И все Иисус задел в своей проповеди. Правда, есть один момент, где Христос отказал. Такой большой список вопросов, которым занимался Иисус. Но был один момент, где Он отказал в помощь. Дорогие знатоки, минута на обсуждение. Можете поговорить друг с другом. Момент из Евангелий. Я сужаю весь Новый Завет, сужаю до Евангелия. Христос не совсем сделал то, что от Него хотели. Сесть по правую и по левую сторону. Тоже интересно. Он отослал все это к воле Отца. Хороший момент. А сделай так, чтобы... Ну, маму я не ругаю. Все мамы одинаковые. Своих детей устроить. Не будем ругать маму, правда? Но Христос сказал нет. Отлично, Евгений. Молодец. Дважды молодец, правда? Дважды молодец. Комплимент все равно мужчине. Потому что только мудрый мужчина выберет такую жену. Похвалил обоих? Правда, красиво? Молодцы. Итак, молодцы оба. Действительно, интересный текст Библии, где Христос не отреагировал положительно на просьбу. Есть еще один момент. Очень интересный. Очень тяжелый. И я лично видел, как епископ Союза Церквей Республики Молдова. Брат Логинов. Мы с ним вместе, Виктор Николаевич, мы с ним вместе поехали в одно село. При мне разбирали разные истории. И при мне он применил текст, который я сейчас вам... Передай, пожалуйста, отцу привет. Я назову, а вы мне скажите, в каком контексте. Готовы? А кто поставил меня над вами решать этот вопрос? Вспоминаете? Разделить имущество. Христос пришел спасать мир. Мы говорили, что Христос вникал и в обычные вопросы. Но там был вопрос, где каждый хотел, чтобы Христос занял его сторону. Разделить имущество. Соломон и тот сказал, рассеките ребенка пополам. А Христос больше Соломона, но он им просто отказал. Потому что если бы они еще настояли, он скорее бы сказал им, Продайте имение и следуйте за мной. Наверное, им бы не понравился этот вариант. Заметьте, они хотели, чтобы он занял либо это, либо эту сторону. А он отказал и тем, и тем. Более того, он сказал, я не занимаюсь этими вопросами. Интересно, а должен ли всегда пресс-фитер решать эти вопросы? Папа ставил в наследство велосипед. Кому достанется? Этот тянет переднее колесо, этот заднее. Александр Иванович, что вы думаете? Что нам делать? Я говорю, отдайте его в детский дом. Ах, мы не за этим пришли. Катайтесь по очереди. Почетным. По понедельникам один, по вторникам другой. А воскресенье дайте мне покататься. Седьмой день как-то не получается. Как-то неровно все. Друзья, Христос вникает в разные вопросы, но мы видим Христа, что он иногда говорит нет. Есть вопросы, которые решаются не так, как вы бы хотели. Христос, дайте, пожалуйста, если это возможно, включить еще раз программу. Хорошо. А, да, пошел. Хорошо. Спасибо большое. Итак, у нас был большой перечень вопросов. Так вот, я хотел бы оставить эту надпись. С этим огромным перечнем люди обращаются и сегодня. Что только мне не приходится решать. Когда я был пастором церкви, большой русской церкви в Кишиневе, вот там же, где Михаил Дмитриевич был пресвитером, когда я был пастором, я помню, в понедельник вопросы технические, потом социальные, потом еще какие-то. Здесь вопросы с субботниками, здесь у нас вопросы с атеистами, здесь мормоны, здесь еще что-то, здесь еще вся неделя. Такое ощущение, что пресвитер должен иметь 19 образований. Хорошо, что я в технические вопросы решал по-другому. Я всегда собирал братьев в церкви, которые в этом разбираются, и говорил, моя задача, как ответственного, помочь вам решить эту проблему. Какой толщины бить плитку во дворе? Да прямо мы с Виталием Викторовичем именно это и проходили в семинариях духовных. Понимаете? Я собрал специалистов, дал им, и как и здесь, если вы освобождаете Виталия Викторовича, насколько это возможно, от всех этих вопросов, то поступайте правильно. Поступайте правильно. Нельзя знать все. И я вам показал, что и Христос, Бог, не все вопросы брал. Правда? Это интересно. Не все вопросы. Поэтому и у нас. А кто я, чтобы сравниваться с ним? Поэтому мы вместе, он один решал все вопросы, мы вместе пытаемся это решать. Но надо признать, есть вопросы, которые решит только Господь, а некоторые только в вечность. Дух Святой. Давайте поговорим об этом. Участие Святого Духа. Я умолю Отца и даст вам. Он научит и напомнит. Если мы, согласно великому поручению, должны учить тому, что Христос нам передал, то Дух Святой помогает нам не забыть, что именно Христос нам передал. Посмотрите, Он напомнит вам все, что Я говорил вам. Другими словами, задача Духа Святого в нас – помогать нам оставаться в коридоре учения Христова. Христианское душепопечение наиболее действенно, когда мы служим силой и властью Божьей при водительстве Святым Духом. Плодом Святого Духа являются определенные факторы, которые мы встречаем в Галатам 5.22. Благость, милосердие. Другими словами, как обозначить видимым образом присутствие Духа Святого в нас? Вот такое понятие, как печать Святого Духа. Мы запечатлены до дня искупления. Наверное, так правильно звучит перевод, хотя написано в синдалем – в день искупления. До дня. Не знаю, печать Святого Духа. Можете ее показать? Печать Святого Духа – она где? Присутствие Духа в жизни проявляется через плод Духа. Смирение, воздержание, кротость, определенные вещи. Здесь у нас элементы плода, плюс какие-то вещи, о которых мы говорили. Чтение Писания, благотворительность. Но все это вместе. Нельзя увидеть печать. По плодам их узнаете их. Жизнь христианина, его свидетельство показывает, есть Дух Святой в сердце или нет. Я бы очень хотел, чтобы мы обратили внимание на какие-то практические моменты для нас. Во-первых, это уверенность в Божьем плане. Христос создал церковь, церковь прочную, врата ада ее не одолеют. Часто этот текст пытаются понять, врата ада ее не одолеют. То есть ад берет врата в руки и бежит на нас. Я не видел, чтобы с вратами бежали. Задача врат – скорее выдерживать натиск. Поэтому некоторые толкователи подают это по-другому. Врата ада не одолеют в том смысле, что перед нами ни одна твердыня не устоит. Если будем в Боге. Врата защищают от нападения. В данном случае не мы держим врата, а скорее мы, активный образ жизни введя, сможем в Боге решить все проблемы. Один из вариантов толкования этого текста. Церковь продолжала передавать учения Иисуса Христа, проповедовать веру, проводить богослужения и душепопечения. Верующие в ранней церкви, речь идет о ранней церкви, заботились друг о друге и о тех, кто находился вне. Деяние два. Постоянно пребывали в учении, в общении, преломлении, молитвах, был страх Божий на всех, имели верующие все общее, продавали имения. Сложно сказать, что этот текст применим для нас сегодня. Более того, правило, которое работало в Иерусалимской церкви, уже не работало в Каримской. Апостол Павел говорит, разве у вас нет домов, чтобы есть и пить? Не думаю, что эта модель подойдет нам в Миннесоте, но вот единство, которое было там, на него стоит обратить внимание. Единство. И по молитве их даже колебалась земля. Вот я хотел бы обратить внимание на единство. Они единодушно пребывали в храме, единодушно. «Преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога, находясь в любви у всего народа». Очень часто говорят, что они продавали дома. Посмотрите, пожалуйста, к 46 стих. «Они в храме пребывали, а хлеб преломляли по домам». По каким, если они все продали? Это иногда загородный участок. Поэтому, если они что-то продавали из своего, даже в этом тексте видно, что они не все продавали. Может быть, излишки определенные, да, роскошь, ненужные какие-то вещи, которые... Это интересный текст. Я хотел бы поэтому не столько просить побежать что-то продавать, как, обратите внимание, на единодушие людей в церкви. И, главное, они находились в любви. Вот это очень важная, важная характеристика верующих. Хваля Бога и находясь в любви у всего народа. И Господь прилагал спасаемых церкви. Церковь создана. Для чего? Если мы вспоминаем о ранней церкви, то давайте скажем и о современной. Церковь создана, чтобы притворять жизнь в великое поручение, с которым Иисус обратился к своим последователям перед Вознесением. Итак, вот задача церкви. Учите людей, а если что-то забудете, положитесь на Духа Святого. Он напомнит великое поручение Матфея 28. Во главе церкви стоит Христос. Он оставил нам образец проповеди веры и учения. Он указал своей жизнью, как на практическую, так и на богословскую сторону христианства. И, главное, Он все свел к двум заповедям. Весь закон и пророки на заповеди о любви. Бога люби и ближнего, как самого себя. Носите бремена друг друга. Вот души попечительства и попечения в то же самое время. Таким образом исполните закон Христов. И сейчас вопрос для размышления. Дорогие знатоки, вот мы видели, как это было в ранней церкви. Вот мы видели, как должны жить мы. И снова вопрос. Всякий ли христианин может быть душепопечителем? Или душепопечения предназначены для избранных членов церкви? С одной стороны, задача ставится перед церковью, но выполнять ее должны призванные. Повторю это в заключительный день, что говорил на все недели. Попечения для всех, душепопечения для призванных. Все родители должны учить детей своих. Да? Нет? Все ли родители могут стать учителями в воскресной школе? Да? Нет? Нет. Заметьте, с одной стороны, душепопечение своих детей – это дело родителей. Но вот душепопечение на более серьезном уровне, для этого нужны уже специальные какие-то знания. Все родители учат своих детей. Но не все при этом дерзнут сказать, я легко могу быть преподавателем в воскресной школе. Разве не так? Ну, давайте обратимся к микрофону. Кто этим должен заниматься в церкви? Кто? В Библии написано, есть дары увещания, учения, наставления. Все мы дома любим петь, но не все дерзнут быть регентами. Согласны? У каждого свой духовный дар, призвание. Поэтому, к попечению призываю всех, к душепопечению, прошу всех прислушаться и приготовиться. И если вы чувствуете, что в вас этого нет, хотя бы осознавайте всю важность этого служения и молитесь за тех, кто это делает. Это очень непросто. Итак, по данной нам благодати имеем различные дарования. Имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры. Служение, пребывай в служении. Учитель ли в учении. Увещеватель ли веущевай. Раздаватель ли раздавай. В простоте. Начальник ли начальству и с усердием. Благотворитель ли благотвори с радушием. Апостол Павел говорит о разных функциях. Да, перед нами черный квадрат Малевича. Да, хорошо. Я переключу, может быть, да, иду на следующий слайд. Пошел? Да, хорошо. Если у вас есть дар какой-либо или дар душепопечения, приносите им добрый плод в церкви. Если видно, что ваше душепопечение не приносит должных плодов, спросите себя, может Бог даровал что-то другое? Это честный вопрос к самому себе. Не бойтесь себе признаться, что это не мое. И другое. Бойтесь не сделать, если поймете, что это ваше. Вот, мне кажется, между этими двумя флангами и находится выбор. Делайте сами, побуждайте других, но каждый должен заниматься своим делом. Душепопечитель есть функция, действующая в церкви. Это всего лишь одна из многих. Мы помогаем людям посредством душепопечения, но мы можем помогать им и через другие какие-то вещи. Поэтому помогать в церкви можно по-разному. Где мое место в церкви? Это постоянный вопрос, который мы должны себе задавать. А может ли быть так, что человек на своем месте, но устал? А может ли быть так, что человек потерял себя? Как бы служил, 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 а потом вдруг задал себе вопрос. А я не знаю, чем я должен заниматься. Перед вами камера хранения в Лондоне. Все эти зонтики ищут своих хозяев. Дождливая погода, знаете ли, и в метро, и в автобусах забывают часто. Если у нас в Молдове в камере хранения... То здесь сплошные зонтики. Сплошные зонтики. Потерялся зонтик? Найди его. Пропала собака? Объявление понятное. Тут интересное объявление. Шарик, если ты читаешь это объявление, срочно позвони домой. Интересное чувство юмора, присуще нашим людям. Друзья, если человек, специально для Дианы. Не так сложно найти шарика, как научить его читать. Друзья, очень важно потерять предмет, потерять собачку. Очень важно себя не потерять. Даже в церкви. Где мое место, Господи? Иногда знаешь, но устал. А иногда даже уже как бы не знаешь. Пастырское душепопечение. Здесь есть несколько нюансов. Душепопечение, которое оказываю я. Давайте я от себя скажу. Я гость, мне легче. Не буду трогать пресс-фитеры в этом зале. Душепопечение, которое оказываю я. И одновременно вопрос. Что мне делать, когда мне тяжело? Вы знаете, что это одна из серьезнейших мировых проблем? Одна из серьезнейших мировых проблем, что сделать с миссионерами, когда они возвращаются домой? Они уже привыкли служить, но Миннесота не похожа на ЮАР. Адаптация миссионеров к новой действительности. Кому пойти пресс-фитеру, когда ему тяжело? Вы понимаете, это очень серьезно. Поэтому для меня Христос тоже пастырь. Пастырское душепопечение. Это самое важное дело каждого служителя, как пастыря церкви. И в первую очередь это понятие ассоциируется с таинством исповеди. Мы вчера об этом говорили. Это бремя и ответственность. Потому что именно здесь решаются самые глубокие жизненные проблемы людей. Я хочу немножко рассказать о проблемах. Душепопечительство, как деятельная сторона любви к ближнему, требует от пастора. Самоотверженного служения ближнему. Безграничной любви, безоговорочного принятия человек, заботливости, сострадательности, отзывчивости, великодушия, приветливости, открытости, опытности. Я на этой неделе выдвигал требования не вам, а нам. Смирение не для вас и для меня, эмоции не для вас, а для меня. Но при этом, в отличие просто от христиан, к пресвитеру эти требования, может быть, выдвигаются еще выше. Поэтому сегодня я хочу вас попросить, носите на руках молитвы своих служителей. Они в этом очень нуждаются. Не только вы в них. Это очень тяжело. Иоанн Листвинчик написал когда-то, «Истинного пастора укажет любовь, ибо из любви предал себе на распятие великий пастр. Правда, интересно? Самое главное качество. Когда мы говорим о пресвитерах, вот такое мнение. Душепопечение – это служение людям, которые приносят удовлетворение и будут призванием на всю жизнь. Звучит красиво, и это мнение правильное. Да, у меня опять пропала картинка. Угу. Новый слайд. А вот другое мнение. Посмотрите предыдущее. Душепопечение – это служение, которое приносит удовлетворение. Ну, прямо. Радуйся, живи и радуйся. А вот другая сторона. Душепопечение – это изнурительный труд. И постоянная занятость проблемами и бедами ближних. И оборачивается временами для душепопечителей психологическим, телесным и духовным переутомлением. О, интересно, душепопечитель – это одна сторона. Есть вторая. И только пасторы. Почему иногда пресвитерам, когда им не с кем поделиться, иногда пресвитеры общаются с пресвитером. У меня есть круг нескольких пресвитеров, с которыми я могу беседовать. И они со мной. Почему мы понимаем друг друга с полуслова? Выгорание. Хроническое переутомление способствует возникновению у душепопечителя синдрома выгорания. Можно ли от всего хорошего устать? Есть один текст Библии, который не отпускает очень многих толкователей. Хочу дать вам его в качестве домашнего задания и спрошу, если когда-нибудь свидимся. Что имел в виду Христос, когда сказал, сколько буду с вами и буду терпеть вас? Ну, звучит это так. Да коли буду с вами и буду терпеть вас. Я правильно прочитал этот стих? А вот я поменяю интонацию. Да коли буду с вами, буду вас терпеть. Вот не так это надо прочитать или по-другому? Как вам? Как вам? Первый вариант. Да коли буду с вами и буду терпеть вас. Посмотрите в контекст. Или, не переживайте, да коли буду с вами, буду вас терпеть. Такой хороший вариант. Какой вариант вам кажется реально отображал чувство Христа на тот момент? И как вы чаще слышали чтение этого стиха? Уставал ли Иисус? В Евангелии от Марка написано, он вошел в один дом и не хотел, чтобы его нашли, но его и там нашли. Личное время, личное пространство. В одной из церквей в Соединенных Штатах, когда я приезжал к ним, мой телефон высвечивали прямо на экране и сказали, вы можете звонить? Мне настолько доверяют в этой церкви, что когда я приезжаю, вот как и здесь, я благодарю за доверие, надеюсь, никогда не подводил. Настолько доверяют, что вы свечили мой телефон с самого начала, давали мне номер, говорит, у кого есть вопросы, можете консультироваться с братом Александром, потому что я никогда не лезу в политические проблемы. А вот кто что сказал, я консультирую по-богословски. Вы, ваша проблема, готов поговорить. Но интересно, что после этого пресвитер говорил, ну не забывайте, ему надо еще спать. Так аккуратно намекали, что нежелательно будить его в 6 утра, когда вы едете на траке. Ну вы тоже все равно не спите, чего бы брату не помочь встретить рассвет. Поэтому мудро нужно подходить. Надо взвешиваться из своей силы правильно и понимать, что кому-то тоже тяжело. И время на отдых тоже давать, Христос давал его апостолам. Идите в пустынное место и отдохните. Отдохните, заметьте, одни. Ибо много было приходящих, так что и есть им было некогда. Христос заботился о своей команде. Но при этом в Библии есть моменты, где Христос хотел отдохнуть сам. Казалось бы, если мы пишем такую книгу про супермена и называем ее Евангелие, то надо подавать тексты, что он никогда не уставал, он никогда нет, он никогда нет. После этого, знаете, красный плащ и буква «С» на груди. Христос уставал, я об этом написал. А значит, и те, кто служит Иисусу, нуждаются иногда в дозаправке, в отдыхе, в каких-то семинарах, конференциях, возможности восстановить свои силы. Это действительно непросто. В начале мы выглядим в служении вот так. Это студенты после семинарии. Они готовы гореть для Господа. А потом по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Гореть для Господа не значит сгореть. Можно один год так потрудиться, чтобы потом восемь прослужений не хотеть слышать. Мудро нужно подойти ко всему. Мудро ко всему. При этом есть другая крайность. Ты почему ничего в церкви не делаешь? Боюсь перегореть. А ты-то и гореть не начинал. Берегу себя хорошего. Выгорание – одна из проблем любого служения в церкви, и в частности служения душепопечителей. Носить на себе проблемы других непросто. Синдром выгорания – это явление обычное для профессиональной деятельности. Выгореть можно в любой профессии. Чаще всего этот синдром встречается у людей взыскательных, добивающихся во всем совершенства. Перфекционисты больше всего страдают. Когда ты хочешь все сделать хорошо, особенно тогда начинаешь страдать. Кому-то – ах, сойдет! А кто-то подойдет и скажет – нет, там кладка не очень хорошая. Кто любит все правильно, страдает, как правило, больше всего. Я хочу вам кое-что предложить сейчас. Я хочу вам это почитать. Да, я приготовил кое-что для вас. Пятница в вечер. Кто мне скажет, что это такое? Давайте спросим мальчика в первом ряду. Что это такое? Кастрюля. Ну, сестры, кастрюля. Правильно, выглядит как кастрюля. Но что-то она очень большая. И в ней, и в цинковом. А вы это вспоминаете? Кастрюля. Вы правильно ответили. Оно выглядит так. Но послушайте, что говорят специалисты по кастрюлям. Как это называется? Выворка. Выворка. Ну ладно, вам помогли родители, взрослое поколение. Выворка. Как вы думаете, что делают в этой кастрюле, если это выворка? Вы помнили? Вы вспомнили? Когда не было памперсов, когда были пеленки, борьба с микробами, которая даже сегодня не ведется на таком уровне. Я вспоминаю детство моих детей. Первый ребенок. Первый ребенок. Все стирают, гладят, кипятят. Помните это? Второй ребенок. Второй ребенок. Стирают. Иногда гладят. Смотрят, чтобы не ел из миски кота. Уже, так сказать... Третий ребенок. Если ребенок поел из миски кота, то это проблемы кота. В начале мы так смотрим, что будет там ничто, а потом на них и бегает. Потом, да ничего не будет. Интересно, как мы относимся во времени. А в душепопечении иногда тоже так. Вчера я говорил об этом. С первым серьезно говорим. Со вторым как-то так на третьего сил уже не остается. Чтобы качественно совершать душепопечение, нужно выверять свои силы. Чтобы каждому, кто приходит на беседы, выделять одинаковые силы. А не так, к первому со всем вниманием, а к третьему уже... У тебя есть еще проблемы? Нет? Приходи завтра. Выгорание. Иногда выгорание рождает в нас несерьезное отношение к проблемам ближнего. Это серьезный момент в душепопечении. Не сгореть. В Соединенных Штатах был один профессор, специалист по кардиологии. Он видел, что люди неправильно живут. Неправильно живут, перегружаются. Ненормированный рабочий день. Водители за траком. Не всегда высыпаются как надо. Тем тем, он разъезжал по США и читал лекции про выгорание. Потому что эта тема была востребована. Умер прямо во время одной из лекций от пиры утомления. Потому что перелеты между городами создали ему такой график. Можно проповедовать об этом и умереть от этого. Как соотнести свои силы так, чтобы не погибнуть? Чтобы предотвратить возникновение такого состояния, нужно восстанавливать силы и пополнять резервы. Первое. Первое. Нам необходимо исполняться духовной силой, которая приходит через постоянные молитвы и размышления над Словом Божьим. Надеющиеся на Господа обновятся в силе. Второе. Нам нужна поддержка тех немногих ближних, что принимают нас, для которых наше внутреннее имеет большее значение, чем внешнее. Друзья, я молюсь Богу, но я рассчитываю и на вашу поддержку. Богу, окажите ее пресвитеру. Мне легко проповедовать, я не в своей церкви сейчас. Но мы ожидаем помощи не только от Бога, Он может помочь и через ближнего. Три. Каждому из нас надлежит постоянно определять качество тех внутренних импульсов, которые побуждают нас действовать. Постоянно надо себя спрашивать, почему я это делаю. Я это делаю, потому что престижно, я это делаю, потому что, потому что, потому что, потому что, не надо никогда на показуху. Каждый раз у меня кончается сила, иду к Господу. Ожидаю, что меня поймут люди и поддерживают. Прежде всего, моя семья. Прежде всего, я здесь, за меня молятся моя жена и дети. И третье. Я постоянно себя спрашиваю, когда кончаются силы. Что ты делаешь? Для кого ты это делаешь? Важно ли то, что ты делаешь? И когда я осознаю важность того, что я делаю, во мне мотивация обновляется. Я понимаю, что спасение людей – это единственное, ради чего действительно стоит жить. Не переставайте делать то, что вы делаете. Пункт номер три. Если ваше состояние докатилось до этого, это фотография об офисном работнике, который настолько от всего устал. Поэтому, если вы видите, если вы видите, что Света Кефяк, играете там в песочек, значит, воскресная школа где-то порядком... Воскресная – это школа. Значит, где-то порядком сил съела много. Не бойтесь поиграть в песочек. Главное – не погибнуть. Что делать пастору, когда он сам нуждается в душепопечении? Передо мной этот вопрос тоже стоит. Вас прошу помочь служителям молитвенной поддержкой. Я не трогаю другие поддержки в церкви. Освобождение, финансовая поддержка, возможность понять, что ему тоже нужен отпуск. В советское время это считалось подвигом – не идти в отпуск. Это поколение, которое думало, что так надо. И так можно прожить. Но недолго будет эффективным этот труд. Нельзя быть лучше, чем Господь Иисус. А Он давал своей команде отдыхать. Правда, интересно? Мы хорошее время в Молдавской церкви провели, я помню. Здесь, в Миннесоте. С утра было служение, а потом всей церковью. Вышли в парк, пели, футбол был, общение было хорошее. Помните? Служение продлилось в четыре раза больше, чем обычное. Но люди общались и отдыхали. В ранней церкви люди были открыты. Любили и Бога, любили друг друга. Мы нуждаемся в пополнении сил, и это духовно. Душепопечительство – это то, в чем, безусловно, нуждается каждый христианин. Без исключения. Начиная от пастыря и заканчивая самым молодым, нововобращенным. Все нуждаются в поддержке и понимании. Библия говорит об Иисусе Христе, как о чудном советнике. Он – душепопечитель душепопечителей. Согласны с этой формулировкой? Поэтому, когда тяжело и никого нет рядом, иди к ближнему, поговори с родителями, поговори с пастором. Но когда ты один и нуждается, знай, Господь всегда примет. У него есть силы для всех. Господь – душепопечитель душепопечителей. Что способствует визиту к душепопечителю? Как определить, что надо идти? Душепопечение можно разделить на частное и общее. Общее человек получает, например, во время богослужения. В конце концов, сейчас. Я забочусь о душах, передавая какую-то информацию. Частное – когда идешь на беседы один на один. Душепопечение нужно тем, кто сам не может разобраться и справиться с проблемами. Не пытайтесь беспокоить по любому поводу. Или приглашайте просто на чай. Ну, действительно, не надо же приходить в гости, когда только проблем. Да? Можно и так прийти на чай. Спасибо за чай. Душепопечение нужно тем, кто находится в отчаянном состоянии, кто просто запутался и не может понять, что Бог делает сейчас в его жизни. Душепопечение нужно тем, кто встречается с проблемами депрессии, зависимости, страхов, беспокойства, уныния, гнева, раздражительности, конфликтов, сложностей во взаимоотношениях, недовольства жизнью, апатии или даже потеря близких. Не каждая одинаково переживает потерю. Один из самых тяжелых случаев, с которыми я столкнулся в Соединенных Штатах, это когда молодой служитель, молодой служитель потерял жену и остался с двумя детьми. Это скосило его очень серьезно. Он как-то думал, что мы состаримся и умрем когда-то потом, и в один день. Но она ушла намного раньше, чем он планировал, потеря близких. И он сам не ожидал от себя, что ему будет так трудно. Мы нуждаемся в поддержке, в взаимной поддержке. Что препятствует визиту к душепопетителю? Почему люди иногда не идут? Многие люди неохотно идут к душепопетителю из-за нелегко свыкнуться с мыслью, что они нуждаются в помощи. А, мужчины, прийти и сказать, что я сам не справляюсь, это как-то не по-мужски. Мы же привыкли побеждать. Одна из ошибок, которые делают особенно мужчины. Поязнь вопросов, которые им будут задавать. Это не экзамен. Приходите. Ощущение неловкости при обсуждении личных вопросов. Мнение, что не существует непреодолимых проблем, так что необходимость душепопечения рассматривается как признак личного и духовного краха. То есть, если я нуждаюсь в душе попечения, то я слабак. И такое мнение удерживает меня от визита к душепопечителю, скажет человек. Еще одна. Сложность в выборе душепопечителя. В смысле, к кому пойти или где он вообще? Чаще всего, где он вообще? Я рад, что у вас в церкви дела обстоят по-другому. Есть кому идти. Друзья, я дам назад. Основное богатство всякого христианского душепопечителя – это преданное служение. Наше служение ближним. Это самопожертвование для славы Божьей. Почему я служу? Я знаю, что это для Господа. Я знаю, что Христос пришел взыскать и спасти погибшее. И если я могу в команде Христа оказать погибающим какую-то помощь от Его имени, значит, не зря живу. Все очень просто. Мотивация простая – быть похожим на моего Господа. Конечно, есть различные трудные вопросы, друзья. Да? Различные трудные вопросы. Я напоминаю о причинах. И хочу сказать, что такие душепопечители у вас в церкви есть. Помоги Господь иметь смелость, не затягивать, и признаться, что вы не сможете сами справиться с проблемой вовремя, когда только загорелось, а не когда сгорел дом, и поставить всех перед фактом. Я на этом хотел бы остановиться. Есть еще что сказать. Но за неделю всего не скажешь. Ровно 21.00. У нас есть пастырь пастырей, царь царей, Господь господствующих, и душепопечитель душепопечителей. И я рад, что мы можем учиться у нашего Господа. Я хотел бы сейчас в заключении, после недели размышлений на эту тему, давайте вместе в коротких молитвах поблагодарим Господа, что Он не отвернулся от нас, что пришел ради нас, и в Нем победа и торжество над грехом есть для каждой души. Аминь. Приглашаю всех к молитве. Если в коротких молитвах есть желание прославить Господа и поблагодарить Его, сделайте это. Аминь. Слава Тебе. Слава Тебе. Аминь. 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 Продолжение следует... Аминь. Великий Бог, мы поклоняемся Тебе. Ты ведешь нас по этой жизни и приготовил для каждого из нас место, где мы будем жить в мире без слез, без расставаний, в мире, где не будет тех проблем, с которыми мы встречаемся сегодня. Но я молю Тебя, Господи, на этом пути к небесам, помоги нам не растерять все то доброе, что Ты передал нам. Помоги нам дорожить отношениями с Тобой и друг с другом. Помоги обращать внимание на тех, кому мы можем помочь. Помоги, Господи, быть непримиримыми к греху, но при этом принимать людей. Помоги нам, Господи, самим вести святой образ жизни. Помоги нам, Господи, стараться иметь мир со всеми и святость. Мы хотим Тебя увидеть, Господи. Хотим предстать перед Тобой и помоги, Господи, жить так, чтобы нам не было стыдно посмотреть Тебе в глаза в день, когда мы встретимся. Молю Тебя за всех присутствующих, за каждого брата и за каждую сестру. Молю Тебя за тех, кто находится здесь. Молю Тебя и за себя, и за мою семью, и за мою церковь. Молю Тебя за тех, кто смотрит эту трансляцию и сейчас в молитве находится вместе с нами. Мы все взываем к Тебе, воздаем Тебе славу, душепопечителю всех душепопечителей, главе церкви, спасителю и Богу нашему. Мы воздаем Тебе славу и молим, Небесный Отец, прими благодарность и поклонение от детей Твоих и в этот вечер. Мы все это просим во имя Иисуса Христа и во Святом Духе. Аминь. С миром Божьим, дорогая церковь, благослови, Господь, каждую душу. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok